Те из вас, кто не смотрит такие самые жесткие какие-то там новости, там телеграм-каналы, то видели, да, новость, которая прошла вот по всем таким более медиа... Медиа. Более-менее модератным таким медиа, которая показывает все еще, что происходит в России. Да, понятно, что те, которые типа как косят, что... Или, может, действительно такими думают, что они есть, такие непредвзятые там даже российские эти СМИ. И они показали, что там в Ульяновске какие-то частично мобилизованные бунтуют, там, короче, уже вот второй день они бунтуют из-за невыплат. Показывали видео, что стоит там замполит, баба какая-то рассказывает, что коммунистическая партия России ввела законопроект на рассмотрение там о том, что им выплачивать будут 300 тысяч сразу, и там по студену 100 тысяч, что-то такое, короче. Ну, законопроект не прошел в первом чтении, поэтому вы ничего не получите. И они вот из-за этого бунтуют. То есть мы думали, мы пойдем за родину погибать, а вы нам денег не даете. Как мы теперь за родину пойдем? Ну, понимаете. Так вот, для меня лично ничего там нет такого, да. То, что они там бастуют, это для меня, конечно, удивление, но просто потому, что все мы знаем, да. Все мы помним картины Репина, Бурлаки на Волге и Казаки. Ну, это ладно. Что для меня вот самое интересное, то, что я просто решил записать это видео и поделиться, чтобы все, особенно вот украинцы, особенно те, кто может быть там где-то участвуют в сломлении вот этой волны чмобиков, да, или как-то так, ну, то есть те, кто стоят и ждут их прибытия и думают, что может даже это как-то поменять ситуацию. Смотрите, там прошла такая новость, что после бунтов вот этих вот частично мобилизованных, да, прислали Росгвардию, чтобы подавить эти бунты. Я сейчас медленно это скажу, чтобы может даже до россиян дошло. Прислали Росгвардию, чтобы подавить тех, кто сейчас едет, как считают себя там каким-то основными военными силами, которые идут воевать с украинцами, тренированными в Британии, и тренированными зелеными беретами американскими на территории стран НАТО, то есть люди, которые действительно военные, которые действительно уже профессиональные, едут с ними воевать. Те, кого подавлять, вызвали Росгвардию. Вам напомнить, что было с Росгвардией в первые недели даже войны? Кто самые первые были вот так целыми колоннами, целыми, ну, короче, сотнями гибли? Это росгвардейцы. Потому что это не военные. Но в России, я вот просто сижу, и я, кстати, эту новость даже обсуждал со своим там корешем, ну, майором, который следит за всеми этими российскими новостями и так далее. Ну, болеет за Украину, очень сильно читает, но он где-то там в Реддите это все читает. И он мне говорит, я говорю, прикинь, вот сейчас, допустим, наш батальон, не говоря уже там о это, восстал, типа, все против чего-то там, и нас приедут усмирять кто. Национальная гвардия? Ну, то есть, у нас национальная гвардия, они считаются weekend warriors, да, ну, я просто, ну, то есть, воины по выходным, да, это просто гражданские, опять же, ну, я говорю, или кто нас тут может усмирить? Кто сможет нас усмирить, кроме как другого второго же батальона там, из другой там, пехотной какой-нибудь бригады-то? Ну, это было бы мощное Мочилово там, я не представляю. А тут присылают Росгвардию, чтобы она подавила вот эти вот будущие войска, великое там, да, там, слава русского оружия, там, как они это все кричат, просто вот задумайтесь, кого посылают на убой. И еще вот один к этому, да, они восстали против выплат. Понятно, что тут о родине никакой не идет, там о битве с фашизмом тоже не идет, просто, ну, бабки там их поставили, но хоть как-то, чтобы совсем хоть чуть-чуть себя утихомерить, они думают, ну, мы хоть бабок заработаем. Там, выживем, бог даст, да, ну, а так хоть бабок заработаем. Я на стриме, помните, в чат-рулетке с какими-то, мы частично мобилизованными тоже разговаривал, и он, ну, что-то там вопрос зашел, я ему сказал, что я военная американская армия, и он такой, ой, ну, что вы там, пиндусы, приедете нас с нами там воевать, мы вас с тех ждем. Я говорю, ну, ну, как, мне это даже смешно, когда, он говорит, мы там ждем, я говорю, вы же вся, ну, вся ваша армия уже все видно, все. Даже до того, как там что-то хоть когда-то и думали, там, вторая армия, сейчас это все видно. Я говорю, если бы не прятали за своей вот этой ядерной бомбой, то, ну, типа, вы немножко, говорю, ссыканули, конечно, Россия. Там, а то Путин спрятался за ядерной бомбой, я говорю, если кто-то там попытается вмешаться, ну, короче, его все слышат. И он мне говорит, ты что, кто мы, ссыканул? Я вот, говорит, еду без бронежилета на войну. И я на стриме еще вам сказал, что просто вот подумайте, где храбрость? Его храбрость, когда он кичится тем, ну, как кичится, понятно, что это там, что он едет погибать практически на верную смерть без бронежилета, посылаемый непонятно кем им, понятно, за какую идею там и так далее, да, еще и денег ему не дадут. Вот, или действительно храбрый поступок для россиянина, это довести, вот, допустим, такой бунт до конца. То есть разоружить Росгвардию, может, даже навсегда, тех, кто там приехали их подавлять, и пойти уже там действительно что-то попытаться спросить, а за их примером, может, пойдет сюда и другое, и так война остановится. Так нет, у них нет этой храбрости. Они очень боятся, они боятся разоружить Росгвардию. Воины, воины, едущие на войну, на одну из самых жестоких войн со времен Второй мировой войны, эти воины боятся росгвардейцев, боятся вообще что-то им противопоставить, и едут, как овцы гонимые на убой, без бронежилетов, без средств. Просто вот задуматься над вот этим вот. Это, если бы не было вообще ничего другого, что показывало бы вам, что Россия это, ну, когда я еще до войны вам говорил, что Россия проиграет в военном, экономическом, политическом, и демографическом смыслах эту войну. В военном Россия не просто уже проиграла, Россия убивает, мертвая не может умирать, но Россия убивает вот, Россия убивает вот те вот остатки всего оставшегося, что у нее есть. И это, конечно, уже агония, это всем понятно, все это говорят, что это агония. Их, то, что они, даже не свои, а иранские дроны запускают по инфраструктуре, то есть пытаясь как-то надавить на украинское общество, чтобы оно попыталось там, ну, чтобы украинское общество потребовало переговоров с Россией, чтобы Россия хоть как-то там сохранила вот то, что они сейчас имеют, из этого сделала какую-то победу. Я уверен в украинском обществе этого не будет. Украинское общество в себе, я уверен, что они уверены, что этого не будет. Поэтому просто сидим, не наблюдаем агонию вот этого преступного фашистского режима, вот этого нового зла со времен Второй мировой войны. Но, правда, не так долго это зло кочебряжится. Как кочебряжилось то первое зло 41-45 год. Я думаю, оно не будет так долго кочебряжиться. А не было бы ядерного оружия, так действительно, как тот храбрящийся чмобик. Ну, наверное, это еще быстрее закончилось. Слава Украине, героям слава, верит и засыл. Слава Украине, героям слава, верит и засыл. Слава Украину. Слава Украине. Слава Украинском обществе. Слава Украине.